Мама Жена, кавер певица.چ Недавно сняла промо-ролик, где я говорю о том, что я не обычная певица, а певица с особенностями, о том, что у меня детский царибальный паралич. Я в детстве была достаточно активная, достаточно веселая. Я любила везде участвовать, везде мне надо было быть вот в первых рядах, тоже петь танцевать и рассказывать. Как-то я даже не задумывалась о том, что что у меня какие-то есть проблемы, наверное, я об этом поняла только когда в школу пошла. В школе было, правда, тяжело, в школе обзывались, издевались в каком-то смысле, морально было не очень приятно. Раньше я тоже думала, что мир вот он такой жестокий, тяжелый, вот он тебя не любит, вот ты не такая, вот он тебя как бы отвергнет. Но когда я сейчас выхожу, я понимаю, что люди тебя поддерживают, люди с тобой пообщаются, только ты как бы к ним приди. С Антономом познакомились, он мне написал ВКонтакте. Вот я такой фокусник, иллюзионист, вот я такой веселый, и видео мне свое отправило с первого канала. Да, Антон мне очень помогал. Все, кто вообще сейчас в целом занимаются клипмейкерством в России, говорят одно и то же. Любую тему с инвалидностью нафиг, не рассказывайте, молчите до конца вообще. То есть прям вот табу, иначе ничего не продастся, и вообще никогда ничего не получится. На этот принцип просто вот отмели его туда подальше. Ну, дочка у меня активная, достаточно. С ней бывает вообще непросто. Вообще быть мамой, это, мне кажется, самая непростая работа, которая вообще есть там. Ну, мы обычно как бы гуляем вместе, мультики смотрим, там что-нибудь рисуем. Сейчас она у нас тоже пошла в частный садик. Я такой же человек, как и все люди, я тоже устаю. Просто у меня есть цель, у меня есть мечта. Я посвятила какую-то часть жизни вокалу, пению. И вот это вот пение как-то дает силы, дает вдохновение, дает мотивацию. Помимо своей семьи, что у меня есть какое-то мое дело, которым я могу заниматься, которое я люблю. В этом есть какой-то рецепт на несчастье. Найти то, что ты любишь, и то, что тебе помогает чувствовать себя лучше, радоваться жизни. И когда ты этим занимаешься, все остальное потихоньку как-то рассеивается. Если нету грусти, уныния, тоски вот этого, найдите себя в творчестве, найдите себя в искусстве, найдите себя в любимом деле. Не думайте о том, что о вас скажут, не думайте о чужом мнении, потому что оно очень мешает. Слушайте себя, тогда вы встретитесь с самим собой, и у вас будет вот это вот, не знаю, счастье, радость, что вы с собой, что вы себя не предаете. Вот это, мне кажется, чувство, что я живу, как хочу я, не так, как мне сказал кто-то другой. Субтитры подогнал «Симон»